Мы называем себя поддерживающее производство или адаптивное производство или защищенное производство. Человек с инвалидностью тяжелый приходит к нам с тяжелым грузом неудач. Он хуже всех в школе, если он оказывается в школе. У него очень многое не получается. Он вот это вот все несет в себе и это деморализует. Он немножко не до конца даже палился. Просто не всегда можно уловить. И каждая удача, каждое решение задачи это то, что работает на мотивацию. Сначала меня научили лепить тарелки. В первый день у меня получилось, я слепил 6 тарелок больших, не знаю каких диаметров, размеров. Я могу заниматься 24 часа в сутки, это даже не уставая. То, что я вкладываю душу в эти изделия. Тут действительно есть люди же, инвалиды, кто не мог там годами работу найти. Вот тот же Женя, да, сколько он там, он мне говорил, я забыл, он несколько лет сидел, кто его на работу не брал, там проходил собеседование. А после полмесяца научился делать кружки. Тоже ручная лепка. Ну, я, в принципе, у меня как бы идет данная операция, это вот зачистка и замывка. Вот. Ну а так, моя основная работа это курьер. Самое главное, мной гордится моя мама. То, что я хорошо работаю, что у меня получается. Я подарила кружку отчиму на день рождения, попросила художников расписать и раскрасить. Ему понравилось. Есть люди, которых вот я для себя называю людьми в сломанных скафандрах. Я понимаю, что человек, который не может разговаривать, не может рационально мыслить или вообще мыслить, у него сломан скафандр. Но внутри та личность божественная, которая проблескивает периодически. И я счастлива, когда я могу поймать вот этот проплеск. Сердечки это мы и сделали. О, у нас было заказное сердечко, очень красивое. А вот это я делала, вот это я делала. Тоже очень красивое. Надо вообще уже обжигать. Настроение. Хочется жить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова